МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Губернатор округа Юрий Бездудный предложил отменить масочный режим. Дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса с целью сдерживания роста цен на продукты питания и товары первой необходимости рассмотрели в понедельник. В минувшие выходные в Ненюзском округе прошла всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. За минувшие сутки выявлено 8 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По словам руководителя Роспотребнадзора Натальи Кирхар, наблюдается снижение заболеваемости в регионе. В связи с этим губернатор округа Юрий Бездудный предложил отменить обязательный масочный режим. С соответствующим поручением глава региона обратился к своему заместителю, руководителю аппарата администрации Ненецкого округа Андрею Блащинскому в ходе заседания оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории региона, которая состоялась 14 марта. Фактически заболевших у нас каждый днем все меньше и меньше. Понятно, что в свое время мы приняли достаточно жесткие меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Но на сегодняшний день я не вижу уже смысла даже в масочном режиме. Поэтому даю поручение Андрею Александровичу проработать возможность отмены масочного режима в нашем округе. В ходе оперштаба участники заседания рассмотрели также возможность снятия ряда ограничительных мер. Так, по предложению окружного департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора по Ненецкому округу, в регионе отменена норма по заполняемости залов в учреждениях культуры и досуговых организациях. Напомним, ранее в регионе была установлена норма по наполняемости залов в учреждениях культуры и досуговых организациях не более 50% мест в зале. Наряду с этим в ходе штаба отменены нормы по соблюдению социальной дистанции в общественных местах и предварительной записи при посещении офисов МПЦ и отделение социальной защиты населения. Свободное посещение без предварительной записи станет возможным с 21 марта. В минувшую субботу, 12 марта, в Ненецком автономном округе в рамках патриотической акции «За Россию» состоялся мотопробег. Участники акции поддержали российскую армию и спецоперацию в Украине. Участие в марш-броске принял и глава региона. Учитывая специфику региона, для прохождения маршрута выбрали привычный для северян вид транспорта. Мы живем в Арктике, у нас не так много дорог, но много снега, и мы присоединились к этой акции на снегоходе, и не только я, все неравнодушные жители нашего округа сегодня здесь, на акции «За Россию» в поддержку нашего президента. В мотопробеге приняли участие порядка 30 единиц техники. Колонна из снегоходов прошла по реке Печора от поселка Искателей до первого форпоста в российской Арктике, городище Пустозерск, и вернулась обратно. В общей сложности маршрут составил 80 километров. Погода в день проведения акции выдалась что ни на есть арктическая. Но, несмотря на погодные условия, участники акции прошли весь маршрут и составили из своих снегоходов символ спецоперации – латинскую букву «З». Напомним, что в Ненецком округе организации мотопробега «За Россию» занимался региональный центр молодежной политики. Дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса с целью сдерживания роста цен на продукты питания и товары первой необходимости рассмотрели в понедельник на еженедельном оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти. Ранее за круглым столом текущую ситуацию по ценам представителей органов власти обсудили с руководителями региональных торговых сетей и крупнейших производителей округа. Речь о борьбе с повышением цен на товары первой необходимости также шла на заседание оперативного штаба по устойчивому положению экономики, о работе системообразующих организаций и предприятий жизнеобеспечения на территории Ненецкого округа. Напомним, по поручению губернатора округа была создана рабочая группа по их мониторингу. В состав рабочей группы также вошли сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Ненецкого округа и сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы. Мы осуществляем мониторинг ежедневно. По всем позициям жизненно необходимых товаров это продовольственное и непродовольственное назначение. На текущий момент у нас все и производители, и владельцы торговых сетей подтверждают, что нет каких-то проблемных позиций, нет существенного увеличения, не планируется существенного увеличения цен по отдельным видам позиций. Складских запасов продуктов первой необходимости у торговых сетей хватает на срок до 120 дней, и большого увеличения цен на них не планируется. Важно отметить, что все торговые сети, которые курируются департаментом, такие как Ненецкая агропромышленная компания и мясопродукты, однозначно не будут повышать цены на все продукты, которые они производят. Цены на продукцию мясокомбината, на производимую продукцию, не повысятся, они останутся на прежнем уровне. Цены на сопутствующие товары, которые мы реализуем в наших торговых сетях, также остаются на том же уровне, что и были. Повышение не предвидится, по крайней мере, в ближайшее время. В конце прошлой недели на заседании оперативного штаба по устойчивому положению экономики глава региона поручил профильному ведомству усилить работу по мониторингу цен в округе. Это необходимо делать ежедневно, отметил Юрий Бездудный. Также губернатор дал поручение организовать горячую линию для населения. В понедельник на оперативном совещании главы с руководителями органов власти Альберт Чапдаров доложил, что такая линия организована. Очень важно, чтобы работала горячая линия, чтобы жители могли обращаться на эту горячую линию, а вы оперативно реагировать. Глава профильного ведомства сообщил, что больше всего вопросов на горячую линию поступают по ценам на сахарный песок. Хотел бы сказать, что сахар у нас в стране производится полностью самостоятельно, то есть это не та позиция, в которой мы зависим от импорта. И свекла также выращивается в стране полностью, и ее производства также полностью хватает для производства сахара. Ажиотажный спрос, который у нас появился на прошлой неделе, он привел к тому, что дешевые позиции сахарного песка вы раскупили в первую очередь. Это привело к тому, что в магазинах, особенно на селе, дешевые позиции разобрали и остались только дорогие позиции. Поэтому визуально это выглядело как удорожание. На текущий момент, с чем была связана эта ситуация? С тем, что сахар это биржевой товар, и до 9 числа торги по сахару были приостановлены, и производители просто не давали возможность разгрузить даже те вагоны с сахаром, которые в Кироге стояли. Сейчас эта проблема уходит, потому что производитель биржи открылась, сахар пошел, сегодня буквально общались и с хлебозаводом, и с торговыми сетями, сахар начали отпускать. На оперативном совещании в понедельник обсудили также дополнительные меры поддержки организаций малого и среднего бизнеса. Я считаю, что надо в самое кратчайшее время разработать пакет мер по поддержке малого и среднего бизнеса, и прежде всего нацеленных на поддержку торговых организаций нашего округа, чтобы они в этих условиях не оказались в предбанкротном состоянии. Как вариант, мы можем рассмотреть поддержку кредитами через Центр развития бизнеса. Кроме того, полагаю, что было бы справедливо сейчас пересчитать размер торговой наценки в сторону уменьшения для организаций, которым мы предоставляем субсидию по доставке. Те, кто не наворачивают торговую наценку, они могут воспользоваться этой субсидией. Если они решили нажиться на людях и накручивают сейчас торговую наценку, то мы просто не будем им давать субсидию. Глава региона в этой связи дал соответствующее поручение Департаменту финансов и экономики, а также Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. Губаха – небольшой город Пермского края. Недалеко от него действует завод компании «Метафракс Кемикос» по переработке природного газа в метанол. Он является одним из крупнейших в Европе. Кроме метанола здесь производят формалин, уротропид и другие необходимые во многих отраслях промышленности химические продукты. Несмотря на близость с городом, производство не наносит существенного вреда окружающей среде. Подтверждением служат результаты постоянного мониторинга и горнолыжный курорт, расположившийся в пяти километрах от завода. В этом убедились и журналисты Ненинского округа. Процесс производства метанола в компании «Метафракс» полностью автоматизирован. Мозг предприятия – центральный пункт управления. Здесь операторы следят за основными показателями всех систем. Основные задачи – сбор и обработка информации о состоянии производственных ресурсов и объемах планируемых работ. У каждого рабочего места есть инструкция по действиям в любых аварийных ситуациях. Они действуют согласно инструкции, все прописано, продумано. Ну и плюсом, если даже человек ошибается, все равно система управления, скажем так, не дает вмешаться глобально в процесс, она переводит производство в безопасное состояние. Свою историю завод «Метафракс» ведет с далекого 1955 года. В 1984 году завод модернизировали. Была закуплена новая установка, работающая по английской технологии. Она позволила увеличить кратно выработку метанола и улучшить экологию производства. Уже тогда в СССР задумались о будущих перспективах метанола. На начальной стадии в сутки здесь производили 2500 тонн. В результате модернизации показатели увеличили практически на 1000 тонн. Место сбора товарного метанола – базисный склад. Здесь в товарных емкостях сортируется готовая продукция. Весь базисный склад оборудован забором, оборудован видеонаблюдением. То есть так просто нам на склад не попасть. Более того, базисный склад находится у нас в поддоне. Это еще одна защита против пролива метанола. То есть если по каким-либо причинам произойдет пролив, то весь этот метанол останется в поддоне, который впоследствии раскачается. Забота об окружающей среде – одно из приоритетных направлений компании «Метафракс». Для этого ведется постоянный экологический мониторинг, а все цепочки производства модернизируются. К примеру, почти все жидкие и газообразные отходы повторно используются в качестве топлива. Получается, печь реформинга для осуществления паровой конверсии природного газа требует довольно большого притока тепла. И в качестве топлива, в том числе, вот эти отходы все используются. У нас в связи с этим есть специальный резервуар, где мы собираем вот эти жидкие отходы, потом оттуда, соответственно, насосом подаем на горелки, которые установлены в печи реформинга и выполняют вот эту функцию. Остальные отходы делятся на три типа. Первый – твердые. Это катализаторы в печи реформинга. Срок службы – пять лет. После их отправляют на переработку. Второй тип – жидкие, то есть вода, которая проходит несколько этапов очистки – ионизацию и процесс нейтрализации. И третий тип – домовые газы. Они формируются в результате сжигания топлива водорода. По сути, это пар, насыщенный водой. В результате в атмосферу практически не попадают вредные вещества. За источниками выбросов, границей санитарно-защитной зоны, а также качеством самого товара постоянно следят специалисты завода. Отбирают пробы, обрабатывают лаборатории и при необходимости проводят корректировку технологии. Все производства под контролем, круглосуточно. Итог – за все время работы предприятия превышение максимально допустимых значений по выбросу вредных веществ в окружающую среду не было допущено ни разу. У нас всегда ниже предела обнаружения. Методика у нас чувствительная. Мы для этого делаем три пробы в сутки, чтобы сравнить с ПДК среднесуточной. То есть мы не только с ПДК максимально разовой. Можно было бы просто выехать единожды, проверить, сравнить с ПДК максимально разовой, а она повыше, чем среднесуточная. Мы делаем несколько раз в сутки, осредняем, сравниваем с ПДК среднесуточной. Ни разу не было такого. Убедиться, что производство метанола безопасно для окружающей среды можно не только по результатам исследований специалистов. Всего в пяти километрах от предприятия находится горнолыжный курорт. Покорять холмистые высоты приезжают не только жители Пермского края, но и гости из других регионов страны. Это лучший курорт на Урале. Мы были везде, были в Аджигардаке, Завьялихе. Лучше, чем здесь нет. Здесь самый разнообразный спектр трасс. И в целом курорт развивается очень динамично. С кресельным подъемником очень комфортно стало. А заводы не мешают? Нет, абсолютно. Нет, совершенно не пугает. И уровень сервиса здесь не хуже, чем в Сочи. Даже лучше скажу. И по цене, и по качеству людей. Метафракс несет ответственность не только за экологию. Предприятие активно участвует в социально-экономическом развитии Губахи. За счет средств компании строятся новые жилые дома, проводится ремонт старых, обустраиваются городские территории. Сегодня Губаха стала центром притяжения. Сюда едет молодежь из разных городов Пермского края. Учиться, работать, заводить семьи. Так, за три последних года прирост населения небольшого городка составил 3000 человек. Для Губахи это серьезный и важный показатель. Город живет, развивается и у него есть будущее. Анастасия Саботович, Александр Дуркин, Сергей Коняков, Телеканал «Север». Лыжня России больше, чем соревнования. В минувшие выходные в Ненинском округе прошла всероссийская массовая лыжная гонка. Подробности у Катрины Тайбарей. Первый старт дает губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный. Для самых маленьких и самых отважных мальчиков возрастной категории до 7 лет. Гонка напряженная. И первым к финишу приходит Вячеслав Прукунский. Примечательно, что в массовых соревнованиях участвуют не только жители Наринмара, но и лыжники из сел. Я приехал из поселка Красное. На соревнования я стараюсь по возможности соревнования не пропускать, приезжать регулярно. Люблю лыжные спорты, поэтому участвую во многих соревнованиях. На соревнованиях идет напряженная борьба. Здесь есть место и драмы, и радости. Гонки участвуют целыми семьями. Так двойняшки Захар и Злата Каневы заняли третье место в своих забегах. Я приехала третье. Это было очень сложно. Я когда лыжи снимала, я задохнулась. Я занял третье место. Я ехал, ехал, потом упала, потом собрал все свои силы и поехал до финиша. До финиша. Юные спортсмены поделились своими впечатлениями о соревнованиях. Для многих это была первая гонка. И, возможно, именно с Лужней России начнется новая история великих спортсменов. Я рада, что я выиграла. Я оглянуться не успела, как приехала. Мне кажется, что это для меня слишком мало. У меня веселое настроение, погода нормальная, ну, волнительная, конечно, чуть-чуть. Сейчас будем ехать один километр и, ну, волнительный, так сказать. Ну, это было не так просто. Мы начинали валить ноги, но вытерпела, доехала. Я на лыжную секцию хожу. Для нас пока первый раз главное участие, да? Лилия Зименкова занимается лыжным спортом уже шесть лет. С самого детства девочка с лыжами на «ты». И на воскресную гонку ее пришли поддерживать родители. Главное, что нравится. У нас здесь в округе очень хорошие тренера. Поэтому присоединяйтесь все. Для Лилии Зименковой эта гонка была сложнее остальных. Ведь она в этом году выступала в новой для себя возрастной категории с ребятами постарше. Возрастная категория у нас, значит, 11-12 лет. Но это ничего страшного. Наш земляк Александр Терентьев тоже участвовал на соревнованиях и выигрывал именитых чемпионов мира. Хотя он гораздо младше того же клэба. Родители приводят своих детей познакомиться с атмосферой гонок и прочувствовать соревновательный дух. Так шестилетний Саша Тихонравов впервые пришел на гонку с мамой и уже настроен на победу. Я хочу победить. У нас папа занимается с сыном. Они по выходным при возможности ходят, гуляют по печоре. Взрослые тоже не отстают от малышей и участвуют в «Лужней России». Марина Дуркина в дистанции 10 километров пришла первой среди женщин. Все хорошо, все замечательно. Катило все очень хорошо. Спасибо папе. Мы тренируемся. Раньше занималась более или менее так полупрофессионально. Поэтому все для удовольствия, для радости. Сергей Вокуев на «Лужней России» представляет социально-гуманитарный колледж. Участвует он уже третий год подряд. Кто-то у нас забирает призовые места, кто-то так для удовольствия ездит. И так нравится, круто. Юрий Бездудный также принял участие в гонке. В начале соревнований поприветствовал участников «Лужней России» и сам прошел дистанцию в 10 километров. Гонка удивительная. Она объединяет любителей лыж всех возрастов. От мала до велика. И вы видели, какие ребята маленькие сегодня стартовали. И в этой гонке нет проигравших, есть только победители. «Лужня России» – это в первую очередь праздник для жителей региона. На лыжероллерной трассе в Наринмаре собралось более 300 участников и множество болельщиков. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.